Привет. Дорогие друзья, в рассказе, который вы сейчас услышите, есть вещи, которые не обязательно бы слышать вашим детям. Ну, мне так кажется. Пожалуйста, учтите это. Спасибо. Изменчивая луна. Ларри Нивен. Я смотрел по телевизору «Последнее известие», и вдруг уголком глаз увидел что-то странное. Я тотчас же взглянул на балконную дверь, но ничего не заметил. В эту ночь луна светила необычно ярко. Отметив это, я улыбнулся и снова обратил свое внимание на телевизор, где уже шел комментарий Джонни Карсона. Когда началась реклама, я встал, чтобы заварить кофе. До полуночи давали обычно 3-4 рекламных ролика, так что времени у меня было достаточно. Луна вновь приковала к себе мое внимание. Мне показалось, что она стала еще светлее. Меня словно загипнотизировали. Я открыл стеклянную раздвижную дверь и вышел на балкон. Балкон был так мал, что здесь было место лишь для двоих. Предположительно, мужчины и женщины, и для гриля. Вид же отсюда открывался прекрасный, особенно на закате. Компания по строительству электростанций возводила как раз недалеко от моего дома офис. Типичный современный небоскреб из стали и стекла. Пока был построен лишь стальной каркас, и его темный скелет резко выделялся при заходе солнца на красноватом вечернем небе. Великолепный вид. Сюреалистический. Адски впечатляющий. Странный вечер. Никогда я еще не видел такой яркой луны, даже в пустыне. При таком свете можно прямо-таки читать, думал я, и вновь призвал себя к порядку. Возможно, дело лишь в моем воображении. В общем-то, луна величиной всего с двадцати пенсовик, если рассматривать ее на расстоянии трех метров. Где-то я читал об этом, и поэтому ее света недостаточно, чтобы читать. А кроме того, она была видна лишь на три четверти. И все же, луна, сиявшая над Сан-Диего, затмевала даже цепочки огней, мчавшихся мимо автомобилей. Щурясь, я посмотрел на луну и подумал о людях, которые ходили по ней и оставили на ней свои следы. В связи с тем, что я однажды написал об этом статью, мне была предоставлена возможность подержать в руках сухой, как кость, лунный камень. Я заметил, что шоу, которое я смотрел до новостей, продолжается, и снова вышел в комнату. Через плечо я еще раз посмотрел назад и заметил, что луна светит еще ярче, будто вышла из-за кучи облаков. Ее свет путал мысли, завораживал, дурманил. Она сняла трубку лишь после пятого сигнала. «Алло, послушай-ка», – сказал я. «Алло», – ответила она заспанным голосом. «Черт побери, я-то думал, что она тоже смотрит телевизор. Не сердись на меня, у меня была причина разбудить тебя. Ты уже спишь или...» «Встань и...» «Ты ведь можешь встать?» «Который час?» «Скоро полночь». «Великий боже!» «Выходи-ка на балкон и оглянись». «Хорошо». Я слышал, как она положила трубку и подождал. Балкон Лесли, как и мой, выходил на северо-запад, только он был на десять этажей выше. Следовательно, вид с него был еще красивее. Луна светила в мое окно, как наведенный прожектор. «Стэн, ты здесь?» «Да. Что ты думаешь об этом?» «Фантастика. Никогда не видела ничего подобного. Почему луна так светит?» «Не знаю, однако это великолепно». «Но ведь ты же живешь здесь дольше, чем я». Лесли приехала сюда примерно год назад. «Я и сам не видел такой яркой луны, но есть легенда», — ответил я. «Через каждые сто лет раскрывается завеса смога над Лос-Анджелесом, и лишь в одну единственную ночь воздух делается чистым, как в межзвездном пространстве. Боги хотят видеть, стоит ли еще Лос-Анджелес. А когда они убедятся в этом, то вновь надевают на город этот колокол из облаков, чтобы больше не видеть города. «Эту небу лицу я уже где-то слышала. Послушай, очень мило, что ты разбудил меня посмотреть на Луну, но мне завтра рано на работу». «Бедная ты мое сокровище». «Такова жизнь. Спокойной ночи». «Спокойной ночи. Потом я сидел в темноте и думал, кому бы мне еще позвонить. Если ты позвонишь девушке среди ночи и скажешь ей, чтобы она посмотрела на Луну, то она примет тебя за романтика или за сумасшедшего, но никогда не подумает, что до нее ты позвонил уже шести другим. Мне пришло на память несколько имен, но эти девушки отвернулись от меня, когда я стал заигрывать с Лесли. За что обижаться на них? Джоан была в Техасе, Хильда готовилась к свадьбе. А если я позвоню Луизе, то Гарди тоже будет у телефона. Англичанка? Я позабыл ее имя. И фамилию тоже. Все люди, которых я знал, соблюдали строгий режим. Я тоже сам зарабатывал на жизнь, но, будучи свободным писателем, я сам регламентировал свое рабочее время. Если я позвоню сейчас какой-либо из моих знакомых, то обязательно нарушу не первый сон. Хватит. Программа Джонни Карсона несколько изменилась. Когда я вернулся в комнату, на экране телевизора увидел снег. Раздавалась тихая музыка и сопровождающие шумы. Я выключил телевизор и опять вышел на балкон. Луна затмевала цепи прожекторов на фривей и разливала свой яркий свет над вилами Вествуда, расположенными справа от меня. Гора Санта-Моника странно мерцала металлическим блеском. Звезд не было видно. Их мерцание поглощал свет Луны. Я зарабатывал на жизнь научными трактатами и эссе. И, пожалуй, в состоянии найти убедительное объяснение этому странному изменению Луны. Разве этот спутник Земли внезапно вырос? Раздулся как шар? Или стал ближе к Земле? Сизигийные приливы, двадцатиметровые буруны, землетрясения, складка Сан-Андреаса развернулась как большой каньон. Я прыгаю в свой автомобиль, несусь в горы. Нет, уже поздно. Бред. Луна была не больше, чем обычно, только светила ярче. Я хорошо это видел. Почему эта Луна вдруг могла упасть нам на голову? Я прищурился. Яркий свет бросил темные отсветы на мою сетчатку. Я уверен, что более миллиона людей тоже глазели сейчас на Луну и дивились. Статья об этом имела бы прекрасный спрос, если я ее напишу, и если меня не опередит другой. Итак, почему же Луна светит ярче? Лунный свет – это, собственно, отраженный солнечный свет. Разве Солнце стало светить ярче? Значит, это произошло после его захода, иначе это бы заметили. Эта мысль меня не убедила. Кроме того, другая половина Земли в это время освещалась Солнцем, и тысячи корреспондентов газет Life, Time, Newsweek и Associated Press позвонили бы из Европы, Азии, Африки, если они не сидят в подвалах. Или не мертвы. Или не имели возможности позвонить, так как Солнце зарядило атмосферу статическим электричеством и тем самым парализовало все агентства. Радио, телефон, телевидение. Да, телевидение, о боже. Постепенно меня охватил страх. Итак, все сначала. Луна светила ярче, чем всегда. Лунный свет... Так вот, лунный свет является отраженным солнечным светом, и это знает каждый дурак. Следовательно, что-то случилось с Солнцем. Алло, это снова я, сказал я. А затем слова застряли у меня в горле. Меня охватила паника. Что ей сказать? Я рассматриваю Луну, сказала она мечтательно. Она прекрасна. Я хотела рассмотреть ее в бинокль, но ничего не увидела. Она слишком яркая, освещает весь город, а горы светятся, как чистое серебро. Точно. Она установила на своем балконе бинокль. Я совсем забыл об этом. Я даже и не пыталась снова уснуть. Слишком светло. Я откашлялся и уже мог говорить. Послушай, Лесли, дорогая, раз ты все равно уже не спишь и не можешь заснуть при такой луне, не пойти ли нам куда-нибудь поужинать? Ты что, с ума сошел? Нет, я в своем уме. В эту ночь невозможно уснуть. Наверное, такая ночь уже никогда не повторится. К черту твою диету. Давай попируем. Мороженое с горячими фруктами, кофе по-ирландски. Что ж, пожалуй, я только быстренько оденусь. Я зайду за тобой. Лесли жила на четырнадцатом этаже во флигеле С на площади Баррингтона. Я постучал в ее дверь и ждал. И спрашивал себя между тем, почему я пригласил именно ее. Свою последнюю ночь на земле я мог бы провести с другой девушкой или девушками, хотя это было мне не свойственно. Или я мог бы позвонить моему брату или моим разведенным родителям. Конечно, мой брат Майк ужасно бы рассердился, если бы я разбудил его среди ночи. Такая же реакция была бы и у моих родителей. Правда, у меня была уважительная причина, но приняли бы они ее во внимание. А если даже и приняли бы, что тогда? Нечто вроде ночного бдения? Пусть лучше спят. Для меня главное найти какого-либо партнера, который участвовал бы в моем прощальном празднике, не задавая при этом ненужных вопросов. И это должна быть именно Лесли. Я постучал еще раз. Она открыла дверь ровно настолько, что я мог войти. На ней было лишь нижнее белье. Я обнял ее. Жесткий пояс для чулок в ее руке отцарапал мою спину. Я как раз одеваюсь. Значит, я пришел вовремя? Ответил я. Взял из ее рук пояс и уронил его. Затем я наклонился, обхватил ее талию и выпрямился. Держа ее на руках, я осторожно направился в спальню. Ее ноги ударялись о моей икры. Ее кожа была прохладна. Вероятно, она стояла на балконе. «Эй, ты!» крикнула она. «Ты думаешь, что можешь конкурировать с мороженым и горячими фруктами? В любое время! Этого требует моя гордость!» Мы оба немного запыхались. Один единственный раз за все время нашей дружбы я попытался взять Лесли на руки и перенести через порог, как в кино. При этом я чуть было не сломал позвоночник. Лесли была высокого роста, почти с меня, а ее бедра были, пожалуй, немного полноваты. Мы вместе опустились на кровать. Я тотчас же начал ласкать ее спину, зная, что она не может устоять против этого. Тихий стон подсказал мне, где именно я должен был к ней прикасаться. В конце концов и она стянула с меня рубашку и тоже начала поглаживать мою спину. Мы раздели друг друга и бросили одежду на пол. Кожа Лесли стала теплой, почти горячей. Потому-то я и не смог бы найти себе другую девушку. Иначе мне нужно было бы сперва научить ее, как ей надо меня ласкать, а сейчас у меня не было для этого времени. Были такие ночи, когда я не мог достаточно быстро достичь апогея, но сегодня мы превратили это в настоящий ритуал. Я всякий раз оттягивал его, пытаясь доставить Лесли все больше наслаждения. Это оплатилось старицей. Я забыл о луне и о том, что нам предстоит. Но картина, которая вдруг предстала мне в самый эмоциональный момент, была поразительно впечатляющей и страшной. Мы находились в кольце голубоватого пламени, которое постепенно сужалось. Мои громкие стоны, в которых смешались ужас и экстаз, Лесли приняла за выражение удовольствия. После этого мы лежали, крепко обнявшись, ленивые и сонные. Несмотря на свое обещание, я уже не испытывал ни малейшего желания пойти куда-либо, мне хотелось лишь спать. Но вместо этого я наклонился к Лесли и шепнул ей в ухо. Мороженое с горячими фруктами. Она улыбнулась, выскользнула из моих рук и скатилась с постели. Пояс для чулок раздражал меня, я не хотел, чтобы она его надевала. Уже заполночь, и кроме того, никто не посмеет тебя оскорбить, иначе я его и забью. Почему ты не носишь что-нибудь поудобнее? Она засмеялась и уступила. В лифте мы снова обнялись. Мне было приятнее обнимать ее без пояса. Седая официантка взволнованно наклонилась к нам. Ее глаза горели. Она шептала, будто выдавала нам тайну. Вы не заметили, какая странная сегодня луна? Ресторан «Джипс» был всегда полон в это время ночи. Он находился неподалеку от университета, и его посетителями были в основном студенты. Но сегодня они разговаривали приглушенными голосами, постоянно оглядывались и смотрели в окна работающего круглосуточно ресторана. Луна низко стояла в западной части небосклона. Достаточно низко, чтобы конкурировать с уличными фонарями. «Заметили?» ответил я. «Мы как раз хотели это отпраздновать. Дайте нам, пожалуйста, две порции мороженого с горячими фруктами». Когда она отвернулась, я положил десятидолларовую банкноту под бумажную салфетку. Она, конечно, обрадуется, когда найдет ее. Я почувствовал себя свободнее. Расслабился. Все мои проблемы, казалось, разрешились сами собой. Кто бы мог подумать, что так просто примирить весь мир в одну единственную ночь. Мир в Камбодже и Вьетнаме. Примерно в 23 часа по местному времени. В то время полуденное солнце находилось над Индийским океаном, освещало ярким светом всю Европу, Азию, исключая лишь ее отдаленные окраины, и Австралию. Германия уже воссоединилась, стена пала, израильтяне и арабы сложили оружие, в Африке уже не существовало партеид. Я был свободен, и моя фантазия не знала границ. Сегодня ночью я мог удовлетворить все мои низменные инстинкты. Грабить, убивать, разорвать налоговые документы, бросать в витрины кирпичи, сжечь мои кредитные карточки. Я мог позабыть о своей научной статье о изменении формы металла во время взрыва, которую мне надо было сдать к четвергу, или заменить противозачаточные таблетки Лесли на безобидную глюкозу. Сегодня ночью... Сейчас я позволю себе выкурить сигарету. Лесли удивленно взглянула на меня. А я-то думала, что ты бросил курить. Ты, конечно, помнишь, что я выговорил себе при этом право курить в экстремальных ситуациях. Я никогда бы не смог согласиться оставить курение навсегда. Но прошло уже несколько месяцев. Она засмеялась. Мои журналы тоже все еще рекламируют сигареты. Значит, все в заговоре против тебя. Хорошо, бери свои сигареты. Я бросил монет в автомат, помедлил немного, выбирая марку, и предпочел, наконец, некрепкие сигареты с фильтром. В общем-то, мне не хотелось курить, но в одних случаях предпочитают шампанское, в других сигареты. Не следует забывать о последней сигарете перед казнью. Дай раку легкий шанс, подумал я и закурил. Вкус табака я еще не забыл, хотя и почувствовал сразу же резкий привкус, который обычно бывает, когда куришь окурок. При третьей затяжке я почти задохнулся. Мои глаза затуманились, окружающие я видел сквозь дымку. Я почувствовал биение пульса на шее. Тебе нравится сигарета? Как-то странно. У меня окружится голова. Кружится голова. Эти слова я не произносил уже лет пятнадцать. Мы курили в колледже, чтобы испытывать головокружение. Это состояние полуопьянения, которое происходит из-за сужения клеток головного мозга. После нескольких раз головокружение прошло, но многие из нас продолжали курить. Я погасил сигарету. Официантка принесла мороженое. Горячее и холодное, сладкое и кислое. Нет ничего, что напоминало бы вкус мороженого с горячими фруктами. Кто умер, не вкусив этого, тот умер беднягой. Но в обществе Лесли этот кутеж имел особую прелесть, заменяя все лучшее в жизни. Смотреть, как она наслаждается этим кушаньем, было уже само по себе удовольствием. Итак, я потушил сигарету, чтобы есть мороженое. Но мне почему-то расхотелось его есть, мне приятнее было бы кофе по-ирландски, но на это уже не было времени. Лесли уже съела свою порцию и удобно откинулась назад и, тихонько, постановая, гладила себя по животу, когда у одного из посетителей за маленьким столиком сдали нервы. Я видел, как он вошел в ресторан. Это был стройный молодой человек, похожий на школьника, с папкой, на носу у него были никелированные очки. Он то и дело смотрел в окно и, казалось, был вне себя от того, что там видел. И, кажется, потом он понял, в чем дело. Я увидел, как изменилось выражение его лица. Сначала оно выражало смятение и недоверие, потом ужас. Ужас и беспомощность. Вставай, мы уходим, сказал я Лесли и бросил несколько монет на стойку. Ты не хочешь есть мороженое? Нет, имеется еще кое-что повкуснее. Что ты скажешь о кофе по-ирландски? А для меня еще и коктейль изящная леди. Посмотри сюда. Юноша-школьник вскарабкался на стол, выпрямился, стараясь удержать равновесие и широко расставил руки. Он крикнул резким голосом. Посмотрите-ка наружу! Сейчас же слезай со стола, потребовала официантка и сильно потянула его за брюки. Близится конец света, там, на другой стороне моря, царят смерть и адский огонь. Мы больше ничего не услышали, так как мы были уже за дверью и неслись, смеясь, вниз по улице. Лесли запыхалась. Мы вовремя избежали религиозного заговора. Я вспомнил о десяти долларах, которые я оставил под бумажной салфеткой. Официантка, наверное, уже не обрадуется им, так как молодой пророк предвещал начало страшного суда. Седовласа официантка найдет банкноту и, наверное, подумает, значит, они знали об этом. Здание бросали тень на место стоянки автомашин у ресторана Ред Барн. Уличные фонари и лунный свет почти одинаково ярко освещали все вокруг. Ночь казалась намного светлее, чем обычно. Я не понял, почему вдруг Лесли остановилась посреди площади. Я посмотрел туда, куда смотрела она и увидел ярко мерцающую звезду в южной части ночного неба. «Очень красиво», пробормотал я. Она бросила на меня непонимающий взгляд. В ресторане Ред Барн не было окон. Приглушенный искусственный свет, значительно менее яркий, чем странный холодный свет луны, освещал гладкополированное дерево отделки и веселых гостей. Никто здесь, по-видимому, и не заметил, что эта ночь была не такой, как другие. Некоторые посетители собрались в небольшой кружок на эстраде, где стоял рояль. Один из них стоял у рояля, держа судорожно сжатой рукой микрофон и пел дрожащим, немелодичным голосом какую-то сентиментальную песенку. Одетый в черное пианист, аккомпанировавший ему, снисходительно ухмылялся. «Я заказал два кофе по-ирландски и коктейль «Зящная леди». На вопросительный взгляд Лесли я ответил таинственной улыбкой. Какими раскованными и довольными были посетители ресторана «Ред Барн»? Мы держали друг друга за руки и улыбались. Я боялся сказать что-либо, чтобы не спугнуть каким-либо неправильным словом это очарование. Принесли напитки. Я поднял стакан с кофе. Сахар, ирландский виски, крепкий черный кофе с толстым слоем сбитых сливок. Жидкость превратилась в волшебный напиток, горячий, крепкий, темный, могучий. Официантка не захотела взять мои деньги. «Вы видите, там на сцене мужчину в пулловере с высоким воротником? Он платит за все», объяснила она, убрав посуду. Он пришел два часа назад и дал бармену банкноту в сто долларов. «Так вот откуда хорошее настроение, бесплатно напитки». Я посмотрел на мужчину, спрашивая себя о том, что же он такое праздновал. Широкоплечий, похожий на быка парень, сидел, опустив плечи за столом около пианина и держал в руке пузатую рюмку. Пианист протянул ему микрофон, но парень отодвинул его небрежным движением руки в сторону, дав тем самым мне возможность видеть его лицо. упитанное, симпатичное лицо было искажено опьянением и ужасом. Он чуть не плакал от страха. Я понял, что он праздновал. Лесли сделала гримасу. Они неправильно смешали мой коктейль. В мире был лишь один единственный бар, где этот коктейль делали точь-в-точь, как любила Лесли, но он находился не в Лос-Анджелесе. Я ухмыльнулся, что должно было означать «А я что говорил?» и подвинул ей вторую порцию кофе по-ирландски. Но мое настроение ухудшилось. Страх щедрого парня был весьма заразителен. Лесли ответила мне улыбкой, подняла стакан и воскликнула. «За голубой свет луны?» Я тоже поднял стакан и выпил, но я произнес бы другой тост. Мужчина в пуловере с высоким воротником встал со стула. Он осторожно преувеличена медленной и прямой, как океанский корабль, который направляется в док. Он широко распахнул дверь и, держа ее открыто, обернулся. Его фигура выделялась темным силуэтом на фоне бледного, голубовато-белого света ночи. «Проклятый подонок!» Казалось, он ждал, что кто-нибудь скажет это, что кто-нибудь бросит всем правду в лицо. Огонь и тлен. Страшный суд. «Закройте дверь!» крикнул кто-то. «Давай лучше уйдем», сказал я. «Зачем спешить? Я хотел уйти, пока мужчина в дверях не заговорит, но я не хотел говорить об этом ей. Лесли…» Лесли положила свои руки на мои, успокаивая меня. «Хорошо, я все поняла, но нам все равно не избежать своей судьбы, правда?» Огромный кулак безжалостно сжал мое сердце. Она все знала, а я, болван, не заметил этого. Входная дверь закрылась, ресторан снова погрузился в красноватый призрачный свет. Великодушный даритель исчез. «Боже, когда ты это заметила?» «Незадолго до твоего прихода», ответила она спокойно, «но в это время у меня еще не было доказательств для моих предположений». «Доказательств?» Я вышла на балкон и направила подзорную трубу на Юпитер. Марс сейчас находится, к сожалению, ниже линии горизонта. Когда Солнце превращается в новую звезду, то все планеты должны светить ярче, не только Луна, мне бы следовало самому догадаться об этом, а Лесли была астрологом. Правда, я немного разбирался в астрологии, но никогда бы не смог найти Юпитер, даже если бы речь шла о моей жизни. Но Юпитер светил не ярче, чем обычно. Это было для меня загадкой, и я не знала, что это могло означать. Но вдруг я почувствовал надежду, и затем у меня открылись глаза. А что стало со звездой, на которую ты смотрела на стоянки автомашин? Это был Юпитер. Он горел, как неоновая реклама. Теперь мне все ясно. Я говорил тихо. Лишь в какой-то момент у меня возникло непреодолимое желание вскочить на стол и крикнуть «Агонии, страшный суд!» Какое они имели право делать вид, будто все это их не касается? Рука Лесли еще крепче сжала мою. Странное желание прошло, телом. Давай уйдем. Пусть они думают, что это сумерки. Это и есть сумерки. Лесли засмеялась. Горько, безнадежно. Я никогда не слышал от нее такого смеха. Она вышла из ресторана. Я полез в карман за портмоне, но потом вспомнил, что мне не надо было платить. Бедная Лесли. Тот факт, что Юпитер не изменился, вероятно показался ей отсрочкой, до тех пор, пока белая звезда не вспыхнула ярко спустя полтора часа. Когда я вышел, Лесли бежала вниз по направлению к бульвару Санта Моника. Ругаясь, я бежал ей вслед, спрашивая себя, уж не лишилась ли она рассудка. Вдруг я заметил перед нами тени. Другая сторона бульвара Санта Моника состояла лишь голубого света. На ближайшем углу я догнал Лесли. Луна медленно заходила. Заходящая луна представляет странное зрелище, но в эту ночь ее пугающий свет проникал глубоко в каньоны домов бульвара Санта Моника, рисовал на улицах невероятные картины из линий и теней. Даже ее последняя четверть светилась перламутровым блеском в отраженном дневном свете. У меня исчезли все сомнения. Теперь я точно знал, что происходило на дневной стороне Земли. А что происходило на Луне? Участники экспедиции на Луну погибли в первые же минуты после вспышки новой звезды. Находясь на поверхности Луны, они были беззащитны перед обрушившимся на них раскаленным световым штормом. Вероятно, они тщетно пытались укрыться за одной из плавящихся скал. Или они находились в это время на темной стороне Луны? Я не знал, что думать. К черту, они, возможно, еще переживут нас всех. Зависть и ненависть вдруг вспыхнули во мне, а также гордость. Ведь это мы послали их туда. Мы вступили на Луну, прежде чем Солнце превратится в новую звезду, недалеко то время, когда наша нога оступит и на оставшиеся незавоеванными звезды. А на заходе Луна постоянно менялась. Сначала она была похожа на купол, потом, немного спустя, на летящее блюдце, потом на линзу, а в конце превратилась в полосу. И, наконец, она исчезла. Ну вот. Наконец-то. Теперь можно было разгуливать, не думая постоянно о том, что что-то не в порядке. С заходом Луны исчезли все странные рисунки и света и тени на улицах города. Но облака горели странным сиянием. Как и при заходе солнца, края облаков, обращенные к западу, бледно сияли. Они быстро проплывали по небу, будто убегая куда-то. Я повернулся к Лесли. Крупные слезы стекали по ее щекам. Проклятие! Я огладил ее руку. Перестань плакать. Успокойся. Не могу. Ты ведь знаешь, если я заплачу, то не могу уже быстро остановиться. Я не хотел этого. Я думал, что нам следует предпринять что-либо, что нас бы отвлекло, доставило радость. К тому же, это наша последняя возможность. Или ты хочешь плача умереть где-нибудь на углу улицы? Я вообще не хочу умирать. Скромное желание. Спасибо за утешение. Лихорадочный румянец покрыл ее искаженное лицо. Лесли плакала как ребенок, даже не пытаясь сохранить достоинство. Я чувствовал себя виноватым до отвращения, хотя точно знал, что не был виноват в том, что вспыхнула новая звезда. Я был в бешенстве. У меня тоже нет желания умирать, крикнул я. Покажи мне путь, каким можно избежать гибель, и мы пойдем этим путем. Куда идти? На Южный полюс? И там мы тоже проживем лишь на несколько часов дольше. На дневной стороне Луна, конечно, уже расплавилась. На Марс? Когда все закончится, то Марс, как и Земля, станет всего лишь частью Солнца. Может на Альфу Центавра? Ускорение, необходимое для того, чтобы хоть when добраться туда, размазало бы нас по стенке, как на зойливых насекомых. Ах, замолчи. Хорошо. Гавана, Стэн, через 20 минут мы сможем быть в аэропорту. Если мы полетим на запад, то выиграем два часа. На два часа больше, чем осталось до восхода Солнца. Это была верная мысль. Прожить на два часа больше стоило любой ценой, но эту мысль я уже обдумывал, когда рассматривал Луну со своего балкона. Нет, это ложный вывод. Мы должны будем умереть раньше. Послушай, любимая, Луна взошла в полночь, то есть Калифорния находилась как раз на оборотной стороне Земли, когда Солнце превратилось в новую звезду. Да, верно. Итак, нас все равно здесь настигнет огненная волна. Она недоуменно заморгала глазами. Что ты хочешь этим сказать? Подумай-ка. Сперва взорвется Солнце. Из-за огромной жары на дневной стороне Земли мгновенно нагреются воздух и моря, и перегретый воздух и кипящий пар распространяется невероятно быстро. Раскаленная волна быстро перебросится на ночную сторону Земли. До Гавайи она доберется скорее, чем до Калифорнии. Тогда мы не доживем и до рассвета? Нет. У тебя редкий талант все слишком подробно объяснять, с горечью пробормотала она. Значит, это будет раскаленная горячая волна. Прости, вероятно, я слишком увлекся этой проблемой, спрашивая себя, как это все будет происходить. Тогда сейчас же прекрати. Она прижалась ко мне и заплакала, разрывая мне сердце. Я нежно обнял ее и, успокаивая, гладил по спине. При этом я следил за мчавшимися облаками и не думал уже об огненном кольце, которое все больше сжималось вокруг нас. Но это представление было заведомо неправильным. Я полагал, что на дневной стороне Земли океан вскипит. Думал, что горячий пар возвестит об огненной волне. Я упустил из виду миллионы квадратных миль водной поверхности, который должен был преодолеть пар. Пока он достигнет нас, он должен к нашему счастью охладиться, и вследствие вращения Земли он перемешается как белье в центрифуге, и два урагана из клубящегося пара обрушатся на нас, один с севера, другой с юга. Эти ураганы поднимут людей в воздух, и они будут кипеть там в раскаленном пару. Течение воздуха отделит мясо от кости, а останки развеет во все стороны света. Смерть более ужасная, чем пламя ада. Мы уже не увидим восхода солнца. Жаль, это было примечательное зрелище. Густые облака закрывали звезды и быстро уносились дальше. Юпитер матово сверкал, а затем и совсем исчез. Разве уже началось? Разве на горизонте сверкнули молнии? Утренняя заря, пробормотал я. Что? Мы увидим такую утреннюю зарю, которую никому еще не довелось видеть. Лесли вдруг громко рассмеялась. Вся наша болтовня здесь на углу улицы кажется мне нереальной. Стэн, может все это сон? Да, пожалуй. Нет, большинство из людей вероятно уже погибли. Конечно. Значит негде найти спасение? Проклятие, ты ведь знаешь, что это так, ты же сама все поняла, к чему этот вопрос? Ты не должен был будить меня, возмущенно вскрикнула она. Ты не мог оставить меня в покое, тебе обязательно надо было нарушить мой сон. Я молчал, ведь она была права. Мороженое с горячими фруктами, бормотала она сквозь слезы, но возможно это была неплохая мысль прервать мою диету. Я начал хихикать. Сейчас же прекрати, мы могли бы пойти к тебе или ко мне и лечь спать, мы ведь не смогли бы заснуть, разве не так? Нет, не перебивай меня, мы примем снотворное, через пять часов проснемся от ужасной боли. Нет уж, я лучше не буду спать и перенесу сознательно то, что со мной произойдет. А если мы примем все таблетки? Но эту мысль я не высказал, вместо этого я предложил ей. А что ты скажешь, если мы устроим пикник? Где? Ну, хотя бы на берегу моря, но это мы можем решить и позже. Почти лишь один магазин, где продавались спиртные напитки, недалеко от ресторана Red Barn был открыт. Его хозяин знал меня уже несколько лет как хорошего клиента. Мы купили бисквит, несколько бутылок хорошо охлажденного шампанского, шесть различных сортов сыра и очень много орехов. Пакетик каждого сорта, мороженое, бутылку старого бренди за 25 долларов, для Лесли бутылку вишневого ликера пива и апельсинового сока. Пока мы все это клали в продовольственную корзину, начался дождь. Тяжелые капли стучали по стеклам витрины, поднялся сильный вихрь. Продавец был в хорошем настроении, прямо-таки чуть не лопался от энергии, он всю ночь наблюдал за луной. «А теперь вот это!» крикнул он, укладывая в пакеты купленные нами продукты. Это был небольшого роста, широкими плечами и мускулистыми руками. «Такого дождя еще никогда не было в Калифорнии. Обычно льет, как из ведра. Если уж начинается дождь, он длится несколько дней, пока не изменится фронт облачности». «Знаю», сказал я и выписал ему банковский чек. Но совесть у меня все же была нечиста, так как он давно уже знал и доверял мне. Чек был гарантирован, так как в банке у меня был весьма приличный счет. Разве моя вина в том, что этот чек скоро превратится в кучку золы, что лучевой ураган сожжет все банки задолго до их открытия?» Продавец положил все пакеты в продовольственную корзину и повез ее к двери. «Как только дождь немного перестанет, мы перенесем ваши покупки в ваш автомобиль». Я встал у двери. Дождь шел такой, будто кто-то лил воду на окна витрины из ведра, но немного погодя, дождь несколько утих. «Давайте!» крикнул продавец. Я раскрыл дверь, и мы побежали наружу. Когда мы добежали до машины, кто рассмеялись как сумасшедшие. Ветер громко завывал и закручивал потоки дождя. «Мы выбрали правильный момент. Знаете, что мне напоминает эта погода?» спросил продавец. «Она напоминает мне торнадо, который я видел в Канаде!» Совершенно неожиданно вместо дождя стала падать галька. Мы вскрикнули от ужаса и согнулись. Железо машины зазвенело, будто тысячам маленьких чертей превратили его в барабан. Я открыл машину и втянул туда Лесли и продавца. Ругаясь, мы терли ушибы и удивленно рассматривали белые камушки, которые сыпались вынул один из воротника своей рубашки и положил на ладонь Лесли. С возгласом удивления она отдала его мне. Он был холодный. «Град!» проговорил продавец, тяжело дыша. Но ливень уже прошел. Мужчина плотнее укутался в свой пиджак, вышел из машины и бросился, как морской пехотинец при штурме высоты к своему магазину. Облака были похожи на гигантские горы. Рвались от сильного порывистого ветра и плыли с огромной скоростью дальше по небу, отражая море городских огней. «Влияние новой звезды!» шептала в ужасе Лесли. Спрашивается почему. Если бы волна жара была здесь, мы бы давно уже испустили дух или лишились сознания. Но град... Какая разница, Стэн, у нас уже нет времени. Я опомнился. Ты права, что бы ты хотела сейчас больше всего? Посмотреть бейсбольный матч. Сейчас только два часа ночи, напомнил я ей. Значит, многое другое мы уже пропустили, не так ли? Верно. Последнее посещение бара, последнюю игру, последний фильм. Что еще осталось? Мы можем досмотреть витрины ювелирных магазинов. Ты серьезно? В твою последнюю ночь на земле? Она подумала немного и кивнула. Да, в самом деле она хотела этого. Ничего более глупого я не мог бы себе представить. Хорошо, где, в Вествуде или в Беверли-Хиллз? В обеих частях города. Ну, послушай-ка. Хорошо, в Беверли-Хиллз. Вновь начался дождь и град, а мы поехали в Беверли-Хиллз, остановились недалеко от ювелирного магазина Тиффани. Дорога представляла собой сплошную лужу. Большие капли воды стекали с карнизов окон и зданий прямо на нас. Отлично, воскликнула Лесли. Здесь недалеко есть около дюжины ювелирных магазинов и до них легко дойти пешком. Я думаю, мы поедем на машине. Нет, нет, так не делают. Осмотр витрин делают пешком. Но ведь идет дождь. Не беспокойся, от воспаления легких ты не умрешь, у тебя не будет на это времени. При этих словах она мрачно улыбнулась. У Тиффани был в Беверли-Хиллз лишь один небольшой филиал. Но к нашему разочарованию в витринах были выставлены лишь дешевые украшения. И лишь немногие из них стоили внимания. На Родео Драйв нам повезло больше. Ювелирный магазин Тибора выставил в витринах огромный выбор колец, филигранных и современных украшений всякого размера и отделки, всевозможные драгоценные и полудрагоценные камни. На другой стороне улицы Ванклифф и Арпель предлагали свой ассортимент брошей, мужских наручных часов с элегантными отделками и браслетов с крошечными вделанными в них часами. Одна витрина представляла изысканные бриллиантовые украшения. «О, как красиво!» воскликнула Лесли. Она с восторгом рассматривала многочисленные великолепные сверкающие бриллианты. «А как они сверкают при дневном свете, черт возьми!» «Прекрасная мысль!» «Представь себе, как они заискрятся в свете новой звезды! Хочешь что-нибудь из этих украшений? Может быть, вот это ожерелье?» «О, можно мне его?» «Нет, я пошутила!» «Положи его назад, идиот!» «Витрина определенно подключена к сигнальной установке!» «Ну и что?» «Никто его уже не сможет носить!» «Почему нам нельзя взять его?» «Нас схватят!» «Но именно ты хотела посмотреть витрины ювелирных магазинов!» «И все же я не хотела бы провести свои последние часы в тюремной камере!» «Если бы у тебя сейчас была здесь машина, у нас, может быть, и был бы шанс удрать!» «Совершенно верно!» «И я хотел взять машину!» «В этот момент нас оставило самообладание, и мы совсем упали духом!» «Мы вынуждены были отвернуться друг от друга, чтобы вновь обрести внутреннее равновесие!» «На Родео было около полудюжины ювелирных магазинов, но и другие магазины притягивали нас с магической силой. Магазины с игрушками, книгами, рубашками, галстуками и другими товарами сменяли один другой. Наша прогулка вдоль витрин магазинов была особенно привлекательна от сознания того, что нам лишь стоило разбить витрину, чтобы взять то, что нам понравилось. Рука об руку мы гуляли по улицам. Пешеходные дорожки были только для нас, так как плохая погода прогнала людей по домам, облака все еще неслись по небу. «Жаль, что я не знала раньше, что произойдет», сказала вдруг Лесли. «Я провела свой последний день на земле, отыскивая ошибку в компьютерной программе, но эту программу мы теперь никогда не сможем запустить». «А что бы ты сделала вместо этого? Смотрела бейсбол? Возможно, оставим это, это уже не имеет никакого значения». Вдруг она нахмурила лоб. «Что бы ты все же сделал?» «Я бы выпил в ресторане Блюз Ферр несколько коктейлей», быстро ответил я. «Это бар, где посетители должны иметь обнаженную верхнюю часть тела. Раньше я часто бывал там. Говорят, что теперь там принимают посетителей лишь в обнаженном виде». «Я никогда еще не была в таком заведении. До которого часа у них открыто?» «Забудь об этом. Уже почти половина третьего». Лесли сделала обиженный вид, рассматривая в витрине магазина игрушек огромного плюшевого зверя. «Скажи, ты хотел бы кого-нибудь убить, если бы у тебя было время? Ты ведь знаешь, что мой агент живет в Нью-Йорке. А почему именно он? Мое милое дитя, ты хочешь знать, почему писатель хочет убить своего агента? Из-за рукописей, которые он надолго закопал среди других? Из-за десяти процентов, которые он получает с меня за свое безделье? Из-за преднамеренного затягивания публикации, из-за возникшей вдруг сильный порыв ветра пронзил нас ледяным холодом. Лесли указала на какой-то магазин, случайно это оказался магазин Гуччи, и мы побежали к нему и спрятались под крышей входа. Не прошло и секунды, как в воздухе появились градины толщиной с палец. Где-то зазвенело стекло, тонко завыли сигналы тревоги, звуки, затерявшиеся в вихре ветра. То, что падало с неба, было тверже, чем град, было скорее похоже на камни. В воздухе я почувствовал запах и вкус морской воды. И сильнее прижал к себе Лесли, а сам еще плотнее прижался к витринному стеклу магазина Гуччи. Строки одного старого стихотворения пришли мне на память, и я закричал громко. «Непогода! Гроза! Как сверкают вокруг нас молнии!» Но ветер уносил слова с моих губ, я почти не слышал себя, а Лесли не заметила, что я кричал. «Климат новой звезды!» Но почему это настало так скоро? Если волна шока уже достигла полюса, то она должна была преодолеть еще более четырех тысяч миль, следовательно, могла достичь нас лишь через пять часов, ну, возможно, через три часа. Я предполагал, что шоковая волна выразится не в виде внезапных порывов ветра. На другой стороне Земли взрывающееся солнце оттянет атмосферу от Земли в пустоту космоса. Следовательно, волна шока должна была проявиться в виде единственного невероятного удара грома. На секунду ветер будто уснул, и я тотчас же побежал, таща за собой Лесли. Как только следующий порыв ветра налетел на нас, мы спрятались у следующего входа. Мне показалось, что где-то вдали завыла полицейская сирена. Ветер снова утих. Мы быстро пересекли бульвар и добежали до машины. Поспешно сели в машину и ждали замерзшие, обессиленные, пока внутреннее отопление согреет нас. В моих ботинках была вода, мокрая одежда неприятно натирала тело. Сколько еще нам осталось времени, крикнула Лесли. Не знаю. Пару часов. Значит, перенесем наш пикник домой. В твою или мою квартиру? В твою, решил я и тронулся с места стоянки. Бульвар был затоплен. Вода достигала временами осей колес. Порывы ветра с градом превратились в непрерывный дождь. Густые клубы тумана поднимались от земли и мешали видеть. Роковая погода. Погода новой звезды. Значит, нас не настигнет волна пара и огня. Вместо этого в стратосфере свирепствовал холодный ветер, вызывая вихри, которые обрушивались на землю, как сильные порывы ветра. Мы поставили машину, не имея на это разрешения, на самой высокой площадке. С первого взгляда я понял, что расположенные ниже площадки были залиты водой. Я открыл багажник и вынул оттуда две полных бумажных сумки. «Мы, наверное, сошли с ума», сказала Лесли и покачала головой. «Мы ведь не сможем все это съесть». «И все равно мы возьмем это с собой». Она засмеялась, не понимая ничего. «Для чего?» «Так, у меня предчувствие. Ты поможешь мне нести?» Лесли взяла две сумки. Другие мы оставили в багажнике и поехали на лифте на четырнадцатый этаж. «Оставь другие покупки в машине», сказала Лесли. «У нас есть закуска, бутылки и орехи. Что нам еще нужно?» «А как же сыр и бисквиты?» «Оставь их внизу». «Нет». Она медленно повернулась ко мне. «Ты потерял рассудок», сказала она медленно, чтобы я мог понять каждое слово. «Возможно, внизу тебя ждет смерть. Возможно, нам осталось жить всего несколько минут, а ты рискуешь жизнью для того, чтобы принести продукты, которых хватит на неделю. К чему?» «Не знаю». «Тогда иди, дурак». Она громко хлопнула дверью моего носа, закрывая ее. Находясь в лифте, я думал о божьем приговоре. Я спрашивал себя, не права ли Лесли. Здесь, внутри здания, завывание ветра доносилось приглушенно, но, возможно, именно сейчас он разрушил электрический кабель, чтобы оставить висеть меня в темной кабине лифта где-либо между этажами. Но я удачно спустился вниз. Верхняя площадка для стоянки была залита водой по колено. К моему удивлению, вода была теплой, как остывшая ванна, но было неприятно идти по ней вброд. Клубы пара поднимались с поверхности воды, в нишах завывал ветер. Подъем наверх мне снова показался божьим судом. Вдруг я ошибся, вдруг это были всего-навсего скромные желания, вдруг на меня обрушится сейчас кипящее облако пара. Я был действительно идиот. Но двери лифта открылись, электричество не было выключено, лампы горели. Лесли не хотела впустить меня в свою квартиру. «Уходи!» кричала она через закрытую дверь. «Жри свой сыр и бисквит где-нибудь где-нибудь в другом месте!» «Ты нашла кого-нибудь лучше меня?» Это было ошибкой. Она не отвечала. Я мог ее понять. Не было никакой необходимости спорить о том, спуститься мне еще раз за продуктами или нет. «Почему так получилось?» «Если нам повезет, то наша любовь будет жить еще, возможно, час. Зачем же спорить сейчас из-за мелочей?» «Мне очень жаль, я не хотел ссориться с тобой!» крикнул я, надеясь, что она сможет услышать меня через закрытую дверь. «Но возможно, нам понадобятся продукты на целую неделю и надежное убежище!» Никакого ответа. Я размышлял, открыть ли мне самому дверь, или лучше ждать на лестничной площадке. Может быть, она... Дверь открылась. Лесли была бледна. «Это очень жестоко», сказала она спокойно. «Я не могу тебе ничего обещать, не хочу обнадеживать тебя понапрасну, но ты вынуждаешь меня к этому. Ну хорошо, я спрашиваю себя, действительно ли солнце взорвалось?» «Это еще ужаснее, я уже привыкла к этой мысли». Она устало прислонила голову к дверной раме. Она выглядела усталой, я переоценил ее. «Послушай меня внимательно». «Все происходит как-то не так», сказал я. «Начиная с северного полюса к южному, утренняя заря должна была освещать ночное небо. Взрывная волна, вызванная взрывом на солнце, должна была со скоростью равной скорости света пронестись по вселенной и сорвать с земли ее атмосферу. Над каждым зданием мы бы увидели огненную корону. И кроме того, буря двигалась слишком медленно. Я уже не говорил а кричал, чтобы перекрыть завывание ветра. Новая звезда унесла бы половину атмосферы нашей планеты. Волна от разницы давления пронеслась бы над ночной стороной и вмиг бы разбила не только все стеклянные предметы, но и твердые тела. Но это не случилось, моя дорогая. Этому я и удивляюсь. Откуда же это непогода? Она почти прошептала это. Возможно, солнечная вспышка, но самое худшее... Ее слова звучали как обвинения. Солнечная вспышка. Ты думаешь, что солнце может так ярко светить, что совершенно правильно, и оно заставит планеты и луну светить, как факелы, а затем будто ничего не произошло светить, как обычно? Ну ты можно мне войти? Она удивленно посмотрела на меня и отошла в сторону, пропуская меня. Я нагнулся, взял стоявшие на полу сумки с продуктами и вошел в квартиру. Ветер с такой силой рвался в стеклянные двери и окна, будто какой-то великан пытался силой войти в дом. Дождь просочился через трещины и неплотно соединенные места и нарисовал темные пятна на коврах на полу. Я поставил сумки на кухне. В холодильнике я нашел хлеб, отрезал два ломтика, положил их в тостер и начал резать куски сыра. «Моя подзорная труба исчезла», сказала Лесли и посмотрела на меня. «Может быть, ты ее плохо закрепила», сказал я, откупоривая бутылку шампанского. Тостер выбросил поджаренные ломтики хлеба. Лесли взяла нож, намазала ломтики маслом и положила на них сыр. Я поднес бутылку с шампанским ей к самому уху, это я делал всегда, когда мы пили шампанское. Когда же пробка выскочила, Лесли лишь едва улыбнулась. Потом она сказала, «Нам надо перенести наш пикник за кухонную полку, так как рано или поздно ветер выдавит все оконные стекла, и всюду будут осколки стекла». Это была хорошая мысль. Я тотчас же собрал все диванные подушки и мягкие сиденья и построил для нас за кухонной полкой удобное гнездо для последних часов нашей жизни. Получилось довольно уютно. Кухонная полка была выше наших голов, и мы могли с комфортом растянуться на устланном подушками полу. Лесли наполнила до краев шампанским две коньячных рюмки. Я судорожно искал подходящий тост, но на ум не приходило ни одного, который бы не звучал угнетающе. Так мы и выпили без тоста, поставили стаканы на пол и упали друг другу в объятия. «Мы умрем?» шептала Лесли. «Может быть, нет. Ты должен постепенно свыкнуться с этой мыслью, как и я. Я уже сделала это», посоветовала она. «Посмотри, ты ведь уже дрожишь нервной дрожью из страха перед смертью. Это была чудесная ночь, не так ли? Одна единственная ночь. Жаль, что я не пришел к тебе раньше». Шесть сильных ударов грома, как взрывы бомб, следуя непрерывно один за другим, заставили зазвенеть все стекла. «Это было бы здорово», ответила она, когда грохот утих, «если бы я знала это сразу после обеда». «Конфеты с орехами, овощной базар, жареные орехи. Кого бы ты убил, если бы у тебя еще было время и возможность?» «В студенческие годы у меня была подруга, которая отбила у меня друга». Я назвал издателя, который не стал печатать мою рукопись из-за какой-то книги. Лесли назвала опять одну из моих старых знакомых, а я ее единственного приятеля, назвав его по имени. Так мы играли некоторое время, пока уже не могли ничего придумать, и нам стало уже неинтересно. Свет вдруг замигал и погас на мгновение, потом снова вспыхнул. Как бы невзначай, Лесли спросила, «Ты правда веришь, что солнце нормализуется? Это было бы лучше для нас, иначе мы в любом случае умрем. Жаль, что мы не увидели Юпитера». «Черт побери, отвечай мне, ты думаешь, что это была лишь короткая вспышка? Да. Почему? Желтые неподвижные звезды не могут превращаться в новые звезды». «А если в этом случае это все же произошло? Астрономы много знают о возникновении новых звезд», сказал спокойно я. «Больше, чем ты думаешь. Они могли распознать это за несколько месяцев до наступления этого явления. Солнце относится к маленьким неподвижным звездам, которые не могут превратиться в новые звезды. Для этого им надо еще пройти основные стадии развития, а это длится многие миллионы лет». Она нежно шлепнула меня по спине. Мы растянулись на полу, прижавшись щекой к щеке. Я не мог видеть ее лица. «Я не верю тебе. Я просто не осмеливаюсь верить, Стэн. Такого, как сейчас, еще никогда не было. Откуда тебе известно, будто то, что ты говоришь правда? Нечто подобное уже было однажды. А что, я ничего не знаю об этом, я бы наверняка вспомнила. Вспомни первое прелунение Олдрина и Армстронга. Я его хорошо помню. Я видела кадры по телевидению на приеме у Эрла по случаю прелунения. Олдрин и Армстронг сделали посадку на самой большой равнине Луны. Хотя фотосъемки, показанные по телевидению и были не совсем четкими, но все же на некоторых из них можно было ясно различить следы ног, которые оставили космонавты на поверхности Луны. Кроме того, они привезли с собой образцы пород с Луны. Ты ведь знаешь, они сказали во время интервью, что им потребовалось время, чтобы найти эти образцы. Ученые тут же установили, что породы были наполовину расплавлены. Когда-то в прошлом, скажем, сто тысяч лет назад, в науке нет возражений против этой точки зрения, на Солнце была вспышка. Эта вспышка была недолгой и недостаточно сильной, чтобы оставить какие-либо следы на Земле. Но у Луны нет атмосферы, которая бы защитила ее. И на той стороне Луны, что обращена к Солнцу, все породы расплавились. Воздух был плотным и душным. Я снял мое насквозь промокшее от дождя пальто, вынув из него сигареты и спички. Закурил сигарету и выпустил дым около уха Лесли. И все же мы бы узнали об этом. Следовательно, это было уже не так страшно, как ты изобразил, иначе бы и на Западе имелись следы. Я в этом не уверен. Представь себе, что вспышки на Солнце произошли над Тихим океаном. Это вызвало бы не слишком много несчастий. Или над американским континентом. Возможно, его излучение стерилизовало бы некоторые растения и животных, и от жары возникли бы пожары, в пламени которых погибли бы некоторые леса. Кто бы это заметил? Солнце тогда нормализовалось, а почему бы теперь нет? Солнце изменяется всего в пределах четырех процентов. Возможно, иногда оно превышает этот предел. Из спальни раздался сильный звон и треск. Окно? Влажный поток воздуха хлынул на нас, завывание шторма стало сильнее. Тогда мы, может быть, и останемся в живых? Медленно пробормотала Лесли. Выпьем? Вижу, что ты теперь все поняла. Я быстро отпил глоток из своей рюмки. Между тем, было уже три часа утра, а ураган ревел у нашей двери, пытаясь сорвать ее. Разве мы больше ничего не предпримем для нашего спасения? Мы это и делаем. Может, попытаемся убежать в горы? Стэн, ведь будет наводнение. Тут ты можешь поклясться своей головой, но вода не поднимется выше четырнадцатого этажа. Слушай внимательно. Я уже подумал об этом. Мы находимся в доме, который, как утверждают, сейсмически надежен. Во всяком случае, ты сама не раз это говорила. Так что ураган ему не страшен. О горах ты забудь. Нам не удалось бы уйти далеко, так как все улицы уже затоплены. Предположим, что мы доберемся до горы Санта-Моника, а что дальше? Мы окажемся в заболоченной местности, так как при вспышке на солнце испаряется достаточно воды, чтобы образовать из нее целое море. Дождь, видимо, будет лить сорок дней и ночей. Дорогая, твоя квартира – самое надежное место, которое мы могли найти в эту ночь. А что будет, если растает лед на полюсах? Ну, и в этом случае мы находимся достаточно высоко. Наверное, эта доисторическая вспышка на солнце вызвала всемирный потоп, во время которого спасся лишной в своем ковчеге. Возможно, это сейчас повторяется. Поверь мне, на всей Земле нет более надежного места, чем находиться в центре урагана. Эти два гигантских урагана, которые несутся друг на друга, наверное, уже столкнулись и превратились в сотни маленьких штормовых ветров. Стеклянные двери с громким треском разбились. Мы инстинктивно нагнулись. Капли воды и осколки стекла посыпались на нас сверху. У нас, по крайней мере, достаточно продуктов. Даже если нас запрет здесь вода, мы, как Ной, сможем спокойно переждать, пока она спадет, кричал я, пытаясь перекричать ураган. Если не будет электричества, то мы не сможем готовить. А холодильник? Голос Лесли утонул в шуме урагана. Мы сейчас же сварим все скоропортящиеся продукты. Яйца! Ветер ревел оглушительно. Я уже не пытался перекричать его. Теплый дождь падал горизонтально в окно и промочил нас до костей. Готовить во время трехнулся. Мы ждали слишком долго. Ветер выльет на нас кипящую воду. Лесли крикнула. Нам надо воспользоваться духовкой! Конечно, духовка закрывалась и нам ничего не грозило. Мы тотчас же нагрели ее до 250 градусов и поставили туда яйца в кастрюле с водой. Мы вынули из холодильника мясо и поджарили его на сковороде. В другой кастрюле мы сварили два артишока. Другие оставшиеся овощи мы могли есть сырыми. Чего нам еще не хватало? Я лихорадочно соображал. Воды. Если выйдет из строя электроснабжение, то не будет питьевой воды и телефонной связи с внешним миром. Я отвернул кран и принялся наполнять водой все имеющиеся сосуды. Кастрюли, вазы, кофеварку на 30 чашек, которой пользовалась Лесли, лишь когда устраивала приемы гостей, ведро. Она, видимо, решила, что я сошел с ума, но я не хотел зависеть от дождя как единственного источника воды. Грохот. Мы уже перестали пытаться перекричать его. 40 дней ночей этого грохота, и мы совершенно оглохнем. Вата? Слишком поздно. Теперь невозможно добраться до ванной. Бумажные салфетки. Я разорвал одну и сделал из нее четыре пробки. Туалет еще одна причина предпочесть квартиру Лесли. Если выйдет из строя туалет, то хоть останется балкон. А если вода достигнет четырнадцатого этажа, то тогда останется крыша двадцатью этажами выше. А если вода доберется и туда, то тогда останется, черт побери, совсем мало людей. А вдруг все же образовалась новая звезда. Я крепко прижал к себе Лесли. Если новую звезду, тогда все бесполезно. И все равно я предпринял бы все сделанные предосторожности, так как человек не перестает планировать даже тогда, когда у него нет никакой надежды. Если ураган обрушит на нас кипящий пар, тогда останется только два выхода. Свариться живьем или смертельный прыжок с балкона в мокрую могилу. Но еще не настало время об этом говорить. Наверное, уже подумала об этом. Свет погас около четырех часов утра. Я выключил духовку, на тот случай, если вдруг опять появится ток. Я решил охладить продукты и через час упаковать их в пластиковые пакеты. Лесли уснула у меня в объятиях. И как она могла спать сейчас, когда будущее так ненадежно? Я положил ей под голову подушку, вытянулся удобнее и стал рассматривать куря сигарету игру света и тени, возникающих из-за вспышек молний на потолке комнаты. Мне вдруг захотелось открыть бутылку бренди, но я воздержался. Так прошло некоторое время. Я думал обо всем и ни о чем, но мои мозги работали вхолостую. Лишь с трудом и медленно я понял, что потолок надо мной окрасился в серый цвет. Я осторожно выпрямился. Все было мокрым. Мои часы показывали девять часов тридцать минут. Я прополз вокруг кухонной полки в комнату. Из-за пробок в ушах завывание шторма доносилось приглушенно, и лишь теплый дождь, который падал мне в лицо, напоминал мне о нем. Ураган бушевал с той же силой, но через черные облака просачивался бледный дневной свет. Все же хорошо, что не открыл бутылку с бренди. Наводнения, ураганы, невероятной силой огненные волны, лесные пожары, вызываемые вспышками на солнце. Если разрушения достигнут такой степени, которую я предполагаю, деньги потеряют всякую ценность. Тогда начнется обмен товарами. Я проголодался и съел два яйца и кусок жареного сала, который еще не успел остыть. Оставшиеся продукты я упаковал. У нас было достаточно продовольствия на неделю, хотя выбор был небольшой. Может быть, удастся обменяться продуктами с другими жильцами дома? Это ведь был большой дом. Конечно, здесь имелись и незанятые квартиры, которые можно использовать как склад для продуктов и в качестве убежища для жителей нижних этажей, если вода выгонит их из своих квартир. Проклятие. Жизнь казалась такой простой, а теперь разве у нас были медикаменты? Разве в доме были врачи? Скоро могут начаться дизентерии и другие эпидемии. Люди будут голодать. В доме был магазин, но есть ли возможность добраться до него? Вопросы, ответы, на которые я не знал. Но сначала мне надо немного поспать. Все остальное устроится само собой. Между тем стало светлее. Дела наши обстояли не так уж плохо. Ситуация могла быть куда хуже. Я думал о лучевом шторме, который, наверное, промчался на другой стороне Земли и спрашивал себя, смогут ли наши дети заселить когда-нибудь Европу, Азию или Африку. Ларри Нивин «Изменчивая луна» читал Владимир Коваленко. Спасибо, что дослушали рассказ до конца. Если хотите поддержать канал, то, пожалуйста, подписывайтесь на Бусти или на Патреон, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Большое спасибо за внимание. До новых встреч. Пока. Пока.